Здравствуйте! С приходом зимних холодов большинство тех, кто активно тренировались летом и осенью, начинают впадать в спячку и все больше времени проводят дома, уютно закутавшись в теплый плед. И делают это зря. Пробежки и прогулки – это главное условие активного образа жизни. И зима – это не исключение. Сегодня предлагаю отправиться на зимнюю пробежку, которая поможет бороться с лишними килограммами и зарядит вас хорошим настроением на весь день. Самое лучшее начало дня – это утренняя пробежка. Ведь для того, чтобы побегать, не нужно покупать абонемент в тренажерный зал, достаточно выйти во двор или парк и просто начать тренировку. Выберите для себя оптимальную дистанцию, которая вам под силом. Во время бега укрепляются мышцы ног, ягодиц, пресса, спины и даже плеч. Главное – бегать правильно. Держите спину ровно и дышите полной грудью. Бег по неровной поверхности позволит сжечь больше калорий. Зимой нас постоянно клонит ко сну. Однако, если утром после пробуждения вы отправитесь на прогулку или пробежку, вы не только проснетесь и получите заряд бодрости на весь день, но и сделаете свой организм менее восприимчивым к простудным заболеваниям. Перед тем, как отправиться на прогулку или пробежку, нужно правильно подобрать одежду. Она не должна сковывать движение, но при этом следите за температурным режимом. Обычные джинсы, брюки, теплые свитера не подойдут. Лучший вариант – это термобелье, а также штаны и куртка из специального влагоотталкивающего и дышащего материала. Вы не должны переохлаждаться и не должны потеть. Перед самым выходом на улицу в полной экипировке важно подготовить свое тело к предстоящей физической нагрузке – разогреть его. Причем, чем морознее погода, тем дольше нужно разминать свое тело. Итак, в качестве разминки мы сделаем 10 приседаний. 10 поворотов корпуса. 10 наклонов вправо-влево. Растянем мышцу наклон вперед, считаем до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Передняя поверхность бедра. Кстати, на снегу гораздо сложнее держать равновесие. Попробуйте сами. Мы готовы к нашей тренировке, однако, если температура на улице ниже минус 10 градусов, увеличьте время разминки в два раза. Вперед! Зимой во время пешей прогулки в среднем темпе вы сможете сжечь около 300 килокалорий в час. Для сравнения, во время ходьбы в том же темпе летом вы сожжете максимум 200 килокалорий. Это происходит потому, что сопротивление со снегом больше, и ваши мышцы нагружаются гораздо сильнее. Кроме того, икроножные мышцы и бедра нагружаются гораздо интенсивней, и наша тренировка становится еще более эффективной. Начинайте с ходьбы в быстром темпе, а затем спустя 5 минут переходите на легкий бег. И таким образом, если в свой зимний распорядок дня вы добавите пробежки или прогулки, вы будете в отличной форме и навсегда избавитесь от лишних килограммов. До встречи! Привет, YouTube! Спасибо, что смотрели наше видео. Если оно тебе понравилось, то не забудь поделиться им в соцсетях и оставить свой комментарий. А также нажми кнопку подписаться, чтобы первым увидеть новое видео.